Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа iXBT News Digest со свежими новостями из мира компьютерных технологий. В этом выпуске Sony продает бизнес по производству персональных компьютеров. Fujitsu упускает ноутбук для тех, кому за 60. Поклонники Adobe Photoshop получат необычную клавиатуру. Google представила набор для видеоконференции, а американские военные освоили беспилотные автомобили. Компании Sony и Japan Industrial Partners подписали меморандум о взаимопонимании, которое подтверждает намерение Sony продать свой бизнес по выпуску персональных компьютеров под маркой Vio. Стороны намерены подписать окончательное соглашение на этот счет к концу марта 2014 года. После завершения продажи Sony прекратит разработку новых персональных компьютеров. Но даже после ухода с рынка персональных компьютеров Sony будет выполнять свои обязательства по технической поддержке и гарантийному обслуживанию. Планы реорганизации Sony также включают сокращение до марта этого года 5000 сотрудников, что должно привести к сокращению расходов на 988 миллионов долларов в год. Одновременно убыточный бизнес по выпуску телевизоров будет выделен в самостоятельное предприятие. Эта операция должна завершиться к июлю текущего года. Компания Fujitsu анонсировала продажи не совсем обычного мобильного компьютера под названием Grand Note. Его основная особенность – ориентация на людей старшего возраста, около 60 лет. Концепция Grand Note построена на стремлении облегчить использование ноутбука пожилыми людьми. С этой целью клавиши сделаны более выступающими и с более выраженным тактильным откликом. Снабжены подсветкой, яркость дисплея и цвета автоматически корректируются в зависимости от освещенности. Разъемы портов имеют четко различимые обозначения с подсветкой. Автоматически, с учетом указанного пользователем возраста, корректируется уровень высоких частот в регуляторе звука. Поверхность перед клавиатурой сделана матовой, за счет чего устраняются блики и отпечатки пальцев. Основу ноутбука образует процессор Intel Core i7, 8 ГБ оперативной памяти и жесткий диск объемом 1 ТБ. Компьютер поставляется с операционной системой Windows 8.1. На сайте Kickstarter стартовал проект по сбору средств на выпуск не совсем обычной клавиатуры – Shotcut S. Устройство для ввода, оснащенное 319 клавишами, предназначено для тех, кто работает в программе Adobe Photoshop. Эти клавиши заменяют сочетание клавиш, закрепленное за командами редактора. Пользователь может адаптировать клавиатуру под собственные потребности, для чего 20 клавиш сделаны программируемыми. Разработавший Shotcut S румынский энтузиаст Сорин Нейко утверждает, что использование специализированной клавиатуры по сравнению с универсальной повышает производительность труда как минимум на 30%. Чтобы начать серийный выпуск клавиатуры, ее разработчик рассчитывает собрать до 31 марта 185 тысяч долларов. Компания Google представила набор Chromebox for Meetings, ориентированный на видеоконференции. Набор стоимостью 1 тысячи долларов включает мини-ПК, камеру высокого разрешения, микрофон, акустику и пульт дистанционного управления. Никакой новой программной платформы Google создавать не стала. Система использует существующие Google+, Hangouts и Google Apps. Система требует только подключения к монитору или телевизору. Благодаря этому не требуется использовать сложные коды звонков или иные средства защиты и распознавания. Достаточно лишь нажать кнопку на пульте. Одновременно в конференции могут находиться до 15 участников, которые могут использовать ноутбук, планшет или смартфон за неимением системы Chromebox for Meetings. В таком случае они будут использовать свою учетную запись в Gmail. Разработчикам из исследовательского центра Tardec и их коллегам из компании Lockheed Martin удалось создать беспилотные автомобили, способные действовать в составе конвоя. Разработчики продемонстрировали в движении в городских условиях конвои, включающие несколько автомобилей разных моделей. Демонстрация, проведенная в январе на полигоне в Техасе, была частью программы, реализуемой американскими военными. Тестом было предусмотрено передвижение тактических транспортных средств в опасной зоне с преодолением препятствий, в число которых вошли перекрестки, участки с круговым движением, стоящие и движущиеся транспортные средства и пешеходы в городских и загородных условиях. По словам разработчиков, тесты показали, что аппаратное и программное обеспечение работает адекватно реальным условиям. Ключевыми компонентами комплекса беспилотного управления транспортными средствами являются LiDAR – активная оптическая система, формирующая с помощью анализа данных об отражении и рассеянии света картину окружающего пространства, приемник GPS и управляющие алгоритмы. Как утверждается, водитель-робот может быть установлен практически на любом военном транспортном средстве. В данном случае комплексы были установлены на грузовиках и многофункциональных внедорожных автомобилях с погрузочно-разгрузочными устройствами для унифицированных модулей. На этом все. До следующей недели.